здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня у нас небольшой обзорчик девчонки не удержалась заглянула видите я не показываю конечно целлофанки три вида пряжи летний вот он понятное дело не только летняя она может быть и в комбинации как бы зимняя но я ее рассматриваю как летнюю никогда не пользовалась вот решила попробовать вот так вот было красиво запечатано в бумажный пакетик и 1 и 2 это у меня тоже было запечатано в пакете очень красивая такая не то чтобы ретро эко я бы сказала это упаковочка вот такие две достаточно я бы сказала сделано на суде и упакована красиво значит здесь вот у меня вот такие вот пайетки а а здесь сейчас мы с вами вместе посмотрим я свяжу образцы вам покажу жалко эту наклеечку а вот как видите как запечатано интересно так значит здесь у нас бежевая нить и вот она приклеена клипучкой боже какое все такое миленькое и эти thank you тоже спасибо спасибо и здесь спасибо боже как мило девчонки первый раз такое вижу чтоб так миленько все было оформлено я даже эту наклеечку у меня здесь пластиковая коробочка с всякими причиндалами вязальными оттуда даже эти наклейки приклею даже мне не хочется выбрасывать девчонки кто покупал такую пряжу пишите отзывы ваше мнение ваш опыт использования этой пряжи то же самое здесь сейчас попробую найти конец интересно мне очень первый раз я же говорю я покупаю такую все ссылочки будут под видео в описании значит упаковка мне понравилось все очень красиво значит вот это первое это хлопковая нить кстати хлопковая нить и к ней в общем это у меня будет летний ток однозначно я уже его я и заказывала задумкой на ток значит что у нас здесь девчонки здесь у нас большая пайетка маленькая маленькая то есть чередуется и большие и маленькие пайетки вот я так думаю можно из одной вот этой вот он вернее из одной этой пряжи вязать но это уж слишком дискотечно будет но если вязать топ допустим и пустить вот эту блестку по воротничку по манжете ком тогда будет такой вот как бы до под дополнение либо пару полосок пустить будет такое красивое дополнение как смотрится вязки сейчас все 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 покажу вам свяжу по кусочку и покажу значит вот это у нас здесь добавлять ничего не надо я так понимаю здесь можно связать топ тунику даже платье можно связать вот летние вполне вероятно здесь предполагается использование только вот этой вот нитки здесь такие вот малюсенькие блестящие пайетки они как бы не очень заметны но как бы в матке переливаются разноцветно переливаются то есть такие блики разноцветные вот в матке у нас тут 100 граммов я так понимаю я сейчас все уточню и буду писать вам здесь в течение видео поскольку грамма здесь 50 здесь 100 может быть друг может быть здесь 100 а здесь больше все возможно девчонки сейчас я просто без компьютера без подсказок села снимать но я все вам буду выводить на экран то есть и метраж и громаж все сведения у вас будут появляются на экране вот и третье мне не очень понравилось вот из этих трех мне вот это вот почему-то не очень понравилось знаете почему во первых нить такого поносного цвета прошу прощения вот и пайетки маленькие белого цвета возможно в вязке она будет симпатично но пока у меня самый первый фаворит вот это вот на хлопковой основе хотя я не люблю эти все блестки если честно но раз уж они сейчас тренде то и мы должны догонять эти тренды поэтому я заказала вот и по-любому что-то свяжу значит сейчас девчонки вот это не нравится хотя если связать тут под загар будет красиво этот цвет я так думаю почему-то она мне не очень в общем давайте не буду долго разговаривать я сейчас свяжу образцы из всех этих трех пряж и просто вам покажу и вы уже посудите судите сами что вам нравится что вам не нравится ой ну что девчонки что я вам хочу сказать связала вот я образец сейчас буду по порядку рассказывать чувство испытала всячески всевозможные и там говорят от прощения до восторга значит первым делом начала вот эту вот вязать то есть из одного этого клубка корявая как кольчуга никакой формы петли кривые вот смотрите почему кривые наверное я так понимаю потому что вот эти поездки не пускать ну хотя нет это не из-за поеток девчонки не знаю почему в общем кошмар караул думаю господи зачем я это заказала потом пустила одну нить еще вернее основную взяла вот у меня кашемирс дополнительно основная дополнительная нить и я все вот эти пряжи я оставлю и и вот эти которые я дополнительно использовала всю всю с алиэкспресс я тоже оставлю в описании ссылочки чтобы вы понимали че что я использовал значит вот этот кашемирчик добавила как основную нить а и вот как дополнительную и вот смотрите если вязать такой джим перочек как бы использовать эти пайеточки как дополнительную нить получится очень даже симпатичные нарядные джим пироги либо кофточка либо даже жилет очень красивый будет в общем как основная нить она не годится совершенно только как дополнительная мое мнение девчонки кто вязал кто знает пишите в комментариях почитаем все и я и девчонки все почитаем вашими вот смотрите ну вот никакой формы ничего и она корявое такое непонятное вот так что сначала я думала вообще вы на выброс как бы я не видела ее даже как пустить один ряд дополнительный ну пару рядов вообще не понравилось а вот в сочетании как бы как дополнительная нить к основной шерстяной либо там пухнорки допустим да чё угодно тогда уже совсем другая картина девчонки и пайетки эти такие не как бы не броские они они маленькие и такие нежные и не бросаются они как бы не выглядят на ляписто и грубо вот далее вот этот вот который мне не понравился изначально что хочу сказать вот из него уже кстати хоть те же пайетки но уже здесь полотно ровнее чем в этой черной то есть зависит наверное состав самой нити хотя по идее должен быть одинаковый ну в общем не знаю как они это делают ну сами видите вот результат вот результат это пряжа и вот результат корявый это пряжа что и что и что тут уже добавить значит из этой я бы ты да знаете возможно даже бы рискнула каким-то ажурным узором топ связать который удлиненный это это я свои мысли озвучиваю а вы свои предположения пишите под видео в описании вот удлиненный ажурный топ который можно потом использовать как тунику платье пляжная до подкупальник либо носите с нижной с нижним топиком черным кем да допустим о какой паутинки носят вот то есть этот я предусматривал как бы вязание в одну нить ну без без основной нитью но и вот добавила я вот этот вот тонкий мохер еще красивше получилось он в тон как раз очень близок поэтому я насколько она мне не нравилась изначально теперь я достаточно благосклонно к ней отношусь и мне она нравится и здесь и здесь вот поэтому свою фи рассказывать не буду как вначале по поводу вот этой ну и мой фаворит девчонки тут уж говорить нечего во-первых ну конечно же я это на любителя эти пайетки тут надо пускать это только как дополнительную какой-то дополнительный элемент потому что слишком его много будет да если основу как бы всю вещь вязать нет смысла то есть если вы купите один моточек и пустите где-то как украшение достаточно такая нарядная праздничная вещь получится и я считаю что это я свяжу девчонки топик вот такой плюс девчонки это хлопок как же он приятно к телу этого не представляю безумно мягкий приятный нежный и поетки кстати запихнула себе под футболку я гипер чувствительна на все кусючие нитки на всю пряжу которая хоть малейший намек на кусючесть я все чувствую здесь должна сказать не что даже при наличии этих пайеток нигде ничего не кусается не знаю как они это делают но не пусть не кусается вот ничего из этой пряжи не кусючие вот единственное вонючие вот эти две вонючие прям пакетом полиполитерена воняет вот правда ну искусственные здесь хлопок тут уж слов не надо слов тут просто сам состав говорит сама себе вот такие вот мои и девичонки итоги вот буду думать из-за этой скорее всего сначала вы знаете я вот это вот вязала у меня уже все руки опустили то мы да не буду вязать не буду я такое это но все-таки какой-то что-то из этого будет в комбинации возможно из этой пряжи это я так попробовала но в комбинации с другой нитью я что-то сделаю из этого вот эту однозначно использую еще не знаю что из это я хотела паутинку связать себе но она мне нравится в комбинации с этой в общем не знаю может может кофточку какую-то связать вот такую как мы разбирали вот эту запахом коротенькую и пышный такой рукав помните я в конце выложу ссылку и под видео в описании вы на нее посмотрите если да то напишите мне в комментариях буду знать связать вот такую вот кофточку или или там эти поэтки будут лично не знаю я еще подумай девчонки все с обзором все вот такие образцы с вами была пика и школа рукоделия всем пока пока